шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о недельной главе торы вайкра в ней описываются ритуалы принесения жертв храме призвав машей шатра откровения бог сообщает ему общий порядок храмовых жертвоприношений первая категория дорогие друзья жертв называется олот жертвы всесожжения животное приводит в ходу шатер откровения хозяин животного возлагает руки на его голову и впоследствии его приносит в жертву далее описаны различные виды хлебных даров например миноход которые готовят из муки растительного масла и ароматных благовоний часть из них сжигали на жертвенники часть отдавали коина было запрещено добавлять в хлебные дары закваску и мед следующая группа жертвоприношений это шламим мирные жертвы для которых также используют быков овец или коз в отличие от аллот эти жертвы частично сжигают и частично съедают запрещалось употреблять в пищу кровь и определенные виды животных жиров хелев далее дорогие друзья идут жертвоприношения искупающие преднамеренные грехи совершенные первосвященником всей общиной и руководителями и в конце концов рядовыми членами переведены детали очистительных жертв искупающих же свидетельство в суде невыполнимые клятвы нарушения законов ритуальной чистоты и другие прегрешения каждое жертвоприношение должно было сопровождаться искренним раскаянием и дополняться при необходимости возмещением материального ущерба наше общество дорогие друзья в значительной мере удалено от этой концепции жертвоприношения животных и вопрос который возникает сегодня зачем они нам сегодня и как правильно их исполнять давайте попробуем разобраться начнем мы с того дорогие друзья что раввин маше бен маймон рамбам предложил идею что сегодня мы должны рассматривать жертву как стоимость которую она представляет они как часть ритуала когда храм будет восстановлен с божьей помощью тогда эти вещи вновь станут актуальны но пока они для нас имеют теоретический характер человек приносящий жертву должен считать будто он сам является жертвой это означает что он должен пожертвовать своими собственными желаниями привычками образом жизни и так далее для служения всевышнему и конечно же нашему народу этот вид и жертвоприношения остается живым и необходимым также и сегодня и он означает способность отдавать то что мы считаем своим ради дело которое значительнее и благороднее чем наши личные нужды и желания поэтому концепция жертвоприношения является убедительной и значимой или значимой для каждого из нас если мы посмотрим на нашу жизнь дорогие друзья то увидим что каждый день мы делаем выбор и в этом выборе в конечном счете выражается жертвоприношение или жертвования с собой своими интересами своими желаниями и всем всем тем ради блага нашего общества мы гонимся за счастьем а что такое счастье и как его достичь счастья дорогие друзья значительной степени является вопросом удовлетворения потребностей и желаний смысл напротив он связан с освещением цели в жизни счастье зависит от того что мы чувствуем в настоящее время смысл это то как мы оцениваем свою жизнь в целом прошлое настоящее и будущее счастье часто ассоциируется с получением смысл садачи люди которые страдают от стресса беспокойства и тревоги конечно же не счастливы но вполне могут жить жизнью богатой смыслом более того счастье не является чем-то непременно свойственным человеком даже животные испытывают удовлетворение когда их желания и потребности удовлетворены но смысл дорогие друзья чисто человеческое явление оно связано не с природой а с культурой счастье может существовать без смысла а смысл может существовать без счастья даже в минуты отчаяния и боли люди меняются в течение своей жизни и надо надеяться что они взрослеют и видят вещи в другом в свете со смыслом идея жертв за прошлые грехи в том чтобы они приносятся для укрепления настоящего и они так сказать улучшают наше будущее если же жертвы есть еще и жертва благодарения это жертвоприношение от своего собственного я это когда мы должны признать что попали в тяжелую ситуацию находимся в большой опасность и каким-то образом мы выжили или вышли из этого кризиса и тогда мы должны признаться самим себе что это произошло благодаря не только нашим силам мы счастливы и благодарны другим и благодарны нашему творцу позволившему нам пережить эту ситуацию что и есть жертвование нашего эго хочу отметить что жертвенные службы ежедневно начинались и заканчивались с постоянной жертвы карбан тамид это была скромная жертва 1 овца немного жира мука и соль приносимая от всей общины израиля раз в год все люди вносили символическую сумму и на эти деньги весь год осуществлялось приношение жертвы и это жертва дорогие друзья обеспечивала благословение каждому человеку в отдельности в течение всего года наша жизнь складывается из будничных забот и не всегда в ней можно ощутить божественную святость более того человеческая природа разум в особенности могут помешать духовному восприятию заставив свернуть с верного пути поступать вопреки воле творца поэтому в начале каждого дня еще до того как человек успел войти в будничную жизнь он должен принести постоянную жертву наш закон предписывает нам как только мы открываем наши глаза произнести короткую молитву мой да они благодарю тебя владыка живой и вечный за то что ты по милости своей возвратил мне душу мою велика моя вера в тебя этой молитвой мы признаем власть хозяина нашего мира необходимость выполнять его волю это и есть наша постоянная жертва несколько слов оказывающих влияние на весь день на все дела и поступки человека наступавшем дне этого и нам всем и желаю браха ве слаха будьте здоровы и помните чтобы научиться летать нужно отпустить все что тебя тянет вниз засыпать нужно с мечтой а вот просыпаться нужно с целью летайте высоко и всегда добивайтесь поставленной цели и будьте счастливы шаббат шалом ваш раввин каплан